Это остается совершенно неистраченным в современном мире. В этом главная причина появления депрессии. Если вы выполняете только физическую работу, вы питаетесь одним образом, если только умственную — другим, так что правильный выбор пищи становится очень важным. Это означает, что вы либо уже больны, либо стремительно приближаетесь к этому, как физически, так и психологически. Если вы приходите к такому, вы становитесь полноценным человеком, который живет по-настоящему полной жизнью. Слово «health» — «здоровье» — происходит от слова «whole» — «целый». Это означает быть завершенным, с чувством целостности внутри. Для этого ваше тело должно быть энергичным, ваши физические энергии — насыщенными, ум должен быть радостным, эмоции — яркими. Только в таком случае вы ощутите чувство целостности. Внутри человека определенное количество энергии было распределено для физических действий, определенное количество для интеллекта, определенное для эмоций и так далее. Для разных людей — по-разному. Но в целом, в особенности энергия, предназначенная для физической активности и эмоций, это остается совершенно неистраченным в современном мире. Вот основная причина появления депрессии. Все эти дети, которых приводят ко мне со всевозможными психическими заболеваниями, я просто говорю, что первое, что им нужно — это какой-то спорт, который бы им нравился. Плавание, теннис, что-то еще. А второе — музыка. Привнесите это в их жизнь, и через три месяца большинство детей от 80% до 85% чудесным образом поправляются, потому что, не выражая свое эмоциональное измерение и без достаточной нагрузки для физического тела, они неизбежно будут впадать в депрессию. Сейчас восход солнца люди видят на экранах смартфонов. Закат там же. Да? Потеря связи со всем, что поддерживает и управляет нашей жизнью, станет серьезным испытанием в будущем. Но вы можете кое-что сделать. Если у вас есть дети, каникулы не значит везти их в Мумбаи, Бангалор, Дубай или куда-то еще. Просто возьмите их на прогулку в лес. Или прокатитесь на маленькой лодке. Необходимо некоторое воздействие природы. Вы увидите, как дети будут взволнованы и вовлечены. Вам необходимо понять, что ваше физиологическое и психологическое здоровье можно очень легко контролировать, если вы находитесь в контакте с элементами природы — водой, землей, светом и тому подобным. Чем теснее вы связаны с природой, тем более равновешенным человеком вы являетесь, как физиологически, так и психологически, что и должно произойти с каждым. В Индии мы всегда относились к еде так. Если вы выполняете только физическую работу, вы пытаетесь одним образом, если только умственную — другим. Но сегодня никто из нас не живет в таких условиях. Мы должны быть в отличной форме как физически, так и умственно. Не так ли? Исключительность только физического либо умственного труда исчезла. Все мы должны быть здоровы и физически, и умственно. Так что правильный выбор пищи становится очень важным. Некоторые продукты особенно полезны, такие как восковая тыква. Если вы будете выпивать стакан сока восковой тыквы каждый день, вы ясно увидите, что острота вашего интеллекта увеличится. Умственно вы станете намного более способными, чем сейчас. Особенно такой сок полезен детям. Ежедневно употребляя сок восковой тыквы, вы отчетливо увидите, что ваш ум становится яснее и острее. Это будет заметно уже через несколько недель. Если вы выпьете кофе, он даст вам энергию, при этом оказывая возбуждающий эффект. Если вы выпьете стакан сока восковой тыквы, он даст вам огромное количество энергии, но при этом вы останетесь очень спокойны. Ежедневное употребление меда может сделать с вами замечательные вещи, особенно если у вас дома есть дети. Сделайте мед частью своей жизни. Психологическая стабильность, физическое благополучие, жизненный тонус — все это можно значительно улучшить, просто ежедневно употребляя мед. Какой бы процесс очищения ни происходил в теле, будь то опорожнение кишечника, или мочевого пузыря, выдох или пот — все это разные способы, которыми тело пытается очистить себя. Во всем этом разные тела имеют разные уровни эффективности. Если вы очень здоровы и едите правильную пищу, то когда вы опорожняете кишечник, в вашей толстой кишке не должно оставаться ничего, ни пятнышка. Все должно выйти. В йоге очень и очень важно, чтобы ваша толстая кишка была чистой, иначе все это попадет вам в голову. Правда? Загрязненность толстой кишки и психологические расстройства очень тесно связаны. В йогическом понимании жизни, если в течение 20 минут после того, как вы проснулись, ваш кишечник естественным образом не опорожняется полностью, это означает, что вы либо уже больны, либо стремительно приближаетесь к этому состоянию, как физически, так и психологически. Это может быть и то, и другое, в зависимости от того, что у вас слабеет то и сломается первым. Если вы обратитесь к йогуртическому врачу, то какой бы ни была ваша проблема, первым делом он очистит вас, потому что поддержание чистоты толстой кишки очень важно. Сейчас у вас есть только четыре вещи, которые вы можете использовать. Ваше тело, ум, эмоции и энергия. Если вы хорошо справляетесь с этими четырьмя вещами, они создадут для вас определенный уровень жизни. Если у вас здоровое тело, вы будете жить одним образом. Если у вас очень стабильный и острый ум, вы будете жить другим образом. Если у вас стабильные и яркие эмоции, вы будете жить одним образом. Если у вас очень бурное чувство энергии, которая в то же время уравновешена, вы будете жить по-другому. В наше время большинству людей, которые находятся на различных уровнях активности в своей жизни, нужны все эти четыре вещи, чтобы быть в хорошей форме. Внутренняя инженерия помогает привести человека к физическому здоровью, умиротворенности ума и радости, эмоциональной стабильности и насыщенности, а также к очень кипучей энергии и равновесию внутри себя. Если вы пришли к этому, вы будете полноценным человеком, который живет по-настоящему полной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok